здравствуйте с вами анастасия на канале еда на любой вкус приготовим сегодня печенье со вкусом из далекого детства в нем несколько слоев и потрясающий вкус готовится просто получается много а кто помнит название пишите в комментариях кстати что и чем заменить расскажу в процессе но обо всем по порядку давайте начнем яйца необходимо предварительно мыть но я думаю вы и так знаете делим на желтки и белки белки пока убираем в холодильник они понадобятся нам чуть позже один лимон тщательно моем обдаем кипятком а затем с помощью мелкой терки снимаем цедру чтобы она не горчила не задеваем белый слой разрезаем лимон пополам выдавливаем сок всего получилось около 30 грамм сока хочу заметить что и жидкость я взвешиваю на весах поэтому указываю все граммах миску просеиваем 400 грамм пшеничной муки добавляем пакет разрыхлителя кстати вместо него можно использовать обычную соду но ее понадобится в два раза меньше и чуть меньше половины чайной ложки соли перемешиваем необходимо чтобы разрыхлитель распределился равномерно точное количество ингредиентов граммах будет указано в конце видео а также в описании к сухим ингредиентам добавляем сахар по вкусу можно даже тесто делать без него отправляем сюда же лимонную цедру перемешиваем сливочное масло заранее достаем из морозильной камеры оно должно постоять в тепле и стать мягким но не растаять отправляем масло в муку руками превращаем все в крошку крошка должна получиться рассыпчатой но при сдавливании держит форму делаем небольшое углубление добавляем желтки которые ждали свою очередь а затем сразу лимонный сок через сито собираем тесто желтки придают ему красивый цвет а лимон аромат и кислинку кстати данное тесто можно готовить без лимона вместо лимонного сока используйте кефир сметану либо воду или молоко до получения нужной консистенции теста тесто долго не вымешиваем достаточно просто собрать все крошки вот такое оно должно быть рассыпчатое кладем тесто в миску и оставляем минимум на 15 минут поставив в холодильник можно и больше токан грецких орехов по желанию обжариваем на сухой сковороде даем остыть а затем измельчаем ножом не очень мелко изюм заливаем кипятком на пару минут затем воду сливаем изюм моем и тщательно отжимаем второй лимон разрезаем на кусочки также предварительно обдав его кипятком удаляем семена измельчаем с помощью блендера или обычной мясорубки в однородную массу достаем тесто из холодильника понадобится противень размер его 38 на 40 для удобства застелила его пергаментом но это вовсе не обязательно руками распределяем тесто ровным слоем затем пройдемся скалкой сделая верх ровнее на тесто распределяем слоем измельченный лимон посыпаем тесто изюмом изюм и лимон можно заменить слоем из варенья но не слишком жидким и не слишком толстым слоем из холодильника достаем белки взбиваем их в чистой сухой миске для появления пены постепенно добавляем ванильный сахар и обычный сахар взбиваем до пиков на взбивание ушло 4 минуты распределяем взбитые белки поверх изюма тоже ровным слоем и завершающий ингредиент стакан орехов уже получается очень красиво ставим печенье в заранее разогретую духовку выпекаем 10 минут при температуре 180 градусов а затем убавляем температуру до 170 градусов выпекаем примерно еще 20-25 минут до готовности безе пока она еще горячая разрезаем его на порционные кусочки и можно наслаждаться вкусом печенье с легким хрустящим безе орехами приятной кислинкой сладкое а внизу очень рассыпчатое и нежное тесто ставьте нравится делитесь рецептом с друзьями оставляйте ваши комментарии но на этом сегодня все удачного приготовления пока